Приветствую всех зрителей у себя на канале. На нашем сегодняшнем обзоре вот такой стабилизатор напряжения понижающего типа DC-DC импульсный. Всем хорошо знакомая популярная платка, которая стоит очень недорого, которую можно найти в продаже в любых магазинах электроники, на всяких разных торговых площадках на Алиэкспресс. Это, в общем, достаточно старая штука, но, тем не менее, она является популярным, так как является бюджетным и вполне неплохим решением для многих задач. Областей применения на самом деле много. Это всякие разные зарядные устройства, драйвера для питания светодиодов, в том числе и для мощных светодиодов, ну и некоторые еще делают лабораторные блоки питания на базе таких стабилизаторов. Решение, конечно же, так себе, так как уровень пульсации выходного напряжения здесь достаточно большой. Это все-таки бюджетный модулечек, и для каких-то требовательных нагрузок я бы не посоветовал. А так, если там всякие разные лампочки, повседневный опыт, то, в принципе, использовать можно. Значит, плата весьма компактная. Основные характеристики – это выходное напряжение от 1,2 до 35 Вольт с плавной регулировкой. За счет применения многооборотных резисторов выставить можно очень точно необходимое напряжение. Выходной ток до 9 А. Опять же, здесь имеется функция стабилизации тока. Сама микросхема XL4016 изначально задумана как стабилизатор напряжения, но с добавлением операционного усилителя, вот он у нас, который обеспечивает мониторинг и регулировку в целом тока, а органом контроля тока является выходной шунт. В принципе, здесь у нас есть возможность достаточно плавно ограничивать ток. И подчеркнуть нужно, что это именно стабилизация тока. Здесь у нас два силовых компонента, установленные на радиатор. Это, собственно, микросхема в 5 Вольтном корпусе и сдвоенный диод шутки с общим катодом. Как правило, на напряжение где-то 45, в некоторых случаях даже 100 Вольтовые диоды ставят. С учетом заявленного тока в 9 А, этого охлаждения получается недостаточно. Некоторые добросовестные продавцы указывают об этом и также указывают, что при больших токах необходимо увеличить площадь охлаждения или же установить вентилятор. Во многих случаях китайскими производителями применяются вот эти конденсаторы, которые являются электролитическими, по входу и по выходу они установлены. Естественно, у таких бюджетных модулечков эта емкость недостаточна. А также в некоторых случаях применяются обычные конденсаторы не low ESR, то есть не конденсаторы с низким внутренним сопротивлением, которые как раз-таки предназначены для работы в сильноточных импульсных цепях. Вот в данном случае, судя по их внешнему виду, я могу сказать, что это как раз-таки конденсаторы с низким внутренним сопротивлением, то есть хорошие. Также стоит указать то, что я встречал у подобных преобразователей, когда конденсаторы все были установлены на 35 В. Проблема в том, что заявленное входное напряжение составляет 40 В. В некоторых случаях указываются продавцами также 45 В значения. И устанавливают конденсаторы 35 В, и по входу, и по выходу. Естественно, для входного этого недостаточно. Нужен хотя бы конденсатор на 50 В, чтобы был запас. По поводу выходных конденсаторов, они, как правило, на 35 В. И это получается впритык. То есть максимальное выходное напряжение у этого стабилизатора составляет 35 В. И желательно, опять же, чтобы конденсаторы имели запас. Еще один немаловажный момент, о котором стоит указать, а точнее два момента. Перед употреблением подобных штук тщательно обращайте внимание на плату. Видите, вот эти точечки. Это припой. Шарики припоя. Они находятся в самых неудобных местах. Тоже есть на втором выводе микросхемы операционного усилителя 358. Мы наблюдаем вот именно как раз таки припой. Они могут наделать делов, замкнуть между собой выводы. И в итоге у вас преобразователь выйдет из строя. Также советую тщательно обратить внимание. Здесь, блин, даже заявлено 12 А получается. Или это просто маркировка. Также обратите внимание на именно пайку. Вот видите, здесь припой недостаточно. Здесь уже видно, что скоро образуется кольцевая трещина, небольшие вибрации. Здесь это силовой вывод дросселя. И лучше бы все это хорошо пропаять. Также, что касается шунта. Ну, конечно, это СМД-шунт. Никаких придирок нет. За исключением того, что тоже сэкономлено на припое, получается пятно контакта небольшим. Для токов в 9 А это, пожалуй, является уязвимым местом. Лучше все хорошенько пропаять. А еще лучше найти два шунта, у которых сопротивление в два раза больше, чем у этого. Включить их параллельно и установить на место этого. Таким образом, шунт у вас особо как бы и не будет нагреваться. Так, здесь у нас прячется двухцветный светодиод. Но плата предполагает установку двух разных светодиодов. Они показывают режим работы источника питания. Стабильный ток или стабильное напряжение. В принципе, для 9 А дроссель можно было бы что-то посерьезнее. Но здесь двумя желами. Вот так, на вскидку 0,8... Нет, побольше будет. Может и 0,8, может и до единички, пожалуй. Может и единичка. Нормальный, в принципе. Конечно, будет нагреваться при больших токах. При больших токах в целом нужно улучшить охлаждение. Поставить вентилятор – это наилучшее решение. Что касается характеристик микросхемы XL4016. Здесь техническая документация. Мы видим, что максимальное входное напряжение до 40 В. Выходное напряжение от 1,25 до 36 В. Силовой ключ является MOSFET-транзистором. Насколько я понял, P-канальным MOSFET-транзистором. Чуть позже его характеристики мы тоже рассмотрим. Значит, микросхема имеет уже все необходимое внутри корпуса. Это защиты, это обратная связь, это осциллятор, это силовой ключ. То есть, все классно вроде бы. Если, конечно же, она оригинальная, то все это должно тут быть. При коротких замыканиях, значит, рабочая частота микросхемы составляет 180 кГц. При коротких замыканиях она существенным образом снижается. Здесь у нас распиновка, предназначение выводов. Здесь у нас, собственно, внутренняя структура микросхемы. Вот они, ключики наши, выходные. И здесь принципиальная схема, она до более простая. В принципе, ничего нет. Есть вход обратной связи. Резистивным делителем задается фиксированное, в данном случае, напряжение, дроссель. Ну и, в принципе, диод. Минимум, то есть, компонентов. Помимо, можно сказать, делителя, здесь особо ничего нет. Нет. Здесь основные характеристики у нас начинаются. Нет. Это... Так, вот. Блин. Что с фокусом? КПД преобразования 87. В зависимости от входного-выходного напряжения, в зависимости от выходного тока, КПД максимальное может быть до 93%. Что весьма неплохо. Ну, конечно же, в реальных условиях все это будет зависеть от прочих тоже компонентов. То есть, то, что заявлено, как правило, в дата-шите, такое КПД редко удается получить. Так. Это входное максимальное напряжение. Минимальное напряжение. 8 Вольт составляет. Но я бы не советовал от 8 Вольт запускать. Лучше там... Хотя здесь, скорее всего, транзистор внутренний, который встроен в микросхему с логическим уровнем управления, отпирания, но лучше от 10-12 Вольт подавать входное напряжение. Здесь, значит, по поводу токов покоя, по поводу частоты. Здесь заполнение. То есть, максимум здесь может доходить до 100%. Что весьма как бы недурно. Так. Что еще? Здесь у нас имеется график. Это эффективность преобразования. То есть, КПД в зависимости от входного-выходного напряжения, в зависимости от тока нагрузки. Весьма пригодный график. Ну, в принципе, здесь нечего смотреть больше. Классический, достаточно популярный преобразователь, который и в наши дни является, микросхема является довольно популярным решением для многих задач. А все благодаря именно низкой стоимости законченных вот таких модулей. Сейчас я уберу все эти вот шарики припоя. Я, честно вот сказать, даже не включал этот преобразователь. Очень надеюсь, что он является рабочим. То есть, часто бывает, что приходят нерабочие устройства, в частности, с Алиэкспресс, да и не только с Алиэкспресс. Значит, пропаяю все. Все, шунт, вот эту часть, почищу и начнем опыты. На вход нашего преобразователя подано питание с лабораторного блока, на котором я установил напряжение 32 вольта. Минимальное выходное напряжение при этом у нас 1,24-1,25 вольт. То есть, здесь все нормально. При входном напряжении 32 вольт, выходное, ну, чуть меньше входного. Нужно понимать, что это понижающий преобразователь, и выходное напряжение никак не может быть больше входного. Регулировку я уже проверил очень плавно, но оно и неудивительно, здесь многооборотные резисторы. Стабильно держится, естественно, это пока что без нагрузки. Качество стабилизации в целом мы проверим, когда уже подключим нагрузку. Я слышу очень-очень незначительный свист, но он присутствует не всегда странно, потому что с подобными преобразователями я, насколько помню, работал неоднократно, и такого не было. Ну вот, сейчас вот вроде бы свист пропал. В общем, нормально все регулируется. Идем дальше. Значит, на данном этапе я сделал напряжение на входе поменьше, 12 вольт, и замкнул выход через амперметр. В роли амперметра у нас мультиметр в соответствующем режиме. Минимальное значение тока, которое можно здесь выставить, составляет где-то 2 миллиампера. Ну, можно сказать по нулям. Давайте посмотрим на регулировку и на максимальное значение выходного тока. Так, вот 100 миллиампер. Значит, давайте плавно покажу, чтобы не было вопросов. Вот 60 миллиампер, 40, 10 миллиампер и вот 2 миллиампера, можно сказать. Так, сделаем больше. Посмотрим на максимальный ток. Так, 3 ампера есть. Далее продолжаем увеличить. Так, соответственно, так как мы потребление с источника 12 вольт у нас небольшое, всего 600 миллиампер получается. Два канала там параллельно включены. Здесь выходной ток 6 ампер. Ничего удивительного, просто выходное напряжение в таком режиме работы очень-очень маленькое. То есть в режиме короткого замыкания это работает, если не учитывать шум амперметра. Ну да, 9 ампер есть. Дальше не буду увеличивать. Это достаточно жесткий режим работы. Обратите также внимание, что здесь... Давайте выключим на всякий случай. Здесь светился красный индикатор. То есть, когда источник работает в режиме стабилизации напряжения, соответственно, светится этот светодиод зеленым. Когда стабилизация тока, то красным. Это такой достаточно неплохой индикатор зарядки, допустим, если вы будете использовать его в качестве зарядного устройства для каких-то аккумуляторов. Именно функция стабилизации тока делает данный модулечек хорошим вариантом для зарядных устройств, для светодиодных драйверов. В общем, пока что все неплохо. На данном этапе я делаю замер КПД источника. Значит, я воспользовался табличкой, которая есть в технической документации. При входном напряжении 12 вольт, выходном напряжении 5 вольт и токи нагрузки в 5 ампер мы должны получить КПД не менее 85%, а если быть точнее, около 87%. Что у нас здесь подключено? Этот мультиметр показывает входное напряжение на наш преобразователь. Соответственно, лабораторный блок питания, на котором выставлено 12 вольт. Почему не пользуемся вольтметром лабораторника? Потому что на этих проводах будут потери. А мультиметр непосредственно подключен ко входу. Правда, есть опять же потери на этих проводах и соединениях, но мы это учтем. Значит, выход источника нагружен на электронную нагрузку. Напряжение я установил заранее здесь 5 вольт, то есть входное 12, выходное 5 вольт. Ток нагрузки, обратите внимание, 5 ампер. Электронная нагрузка пока что не запущена. Еще момент по поводу вот этой индикации. Зеленый, вот сейчас стабильное напряжение. Когда это переключается в стабильный ток, то есть светится красный. Я понял, что это вовсе не показывает режим ограничения тока. Я не знаю, так это должно работать в этом модуле или здесь какой-то нибудь косяк. Но в любом случае, то есть я, допустим, установил здесь ток в 9 ампер, максимальный ток. Нагружаю током в 5 ампер и здесь светится красный индикатор. Возможно, просто при подключении нагрузки он светится. Это уже нужно более детально посмотреть схему. Давайте запустим электронную нагрузку. Обратите внимание, пошла просадка 4,94 вольта. Она немножко поднимается. Просадка незначительная, учитывая ток нагрузки в 5 ампер. Ну, также нужно учитывать эти вот просадки на соединениях. Если все это учитывать, то думаю, что все нормально. Выходная мощность практически 25 ватт. Вот такие вот у нас выходные характеристики. Входные характеристики у нас. Ток, смотрим на первый канал, входной ток 2,33 ампера. Входное напряжение 12 вольт, можно сказать. Можно уже сделать расчет КПД преобразования. Значит, на этом этапе я хочу проверить максимальный ток и работу защиты. Оба канала лабораторника включаю параллельно, потому что на одном канале максимальный ток 3,2 ампера. Тем самым мы суммируем входной ток. Так, нагружаем. Ток нагрузки составляет 4 ампера. Параметры те же. 12 вольт на входе мы подаем, 5 вольт снимаем на выходе. Значит, увеличиваем ток нагрузки. 5 ампер у нас уже было. 6, 7 ампер. 8 ампер. 9 ампер. Ну, просадка небольшая, учитывая, опять же, что здесь есть просадки на соединениях и на вот тех коротеньких проводах. Так, 9 ампер, в принципе, есть. 10 ампер. Все. Выходное напряжение 1 вольт просело. Но ток нагрузки составляет 9 ампер. А, 10 ампер, простите. При попытке поднять еще больше у нас ничего не происходит. То есть, мы уперлись в максимальный ток. 9 там с чем-то ампер, 10 ампер. И все. На этом все. В принципе, в принципе, пока что неплохо. То есть, как я понял, здесь при жестком коротком замыкании у нас срабатывает именно опция ограничения тока. Вот, обратите внимание, ток на входе всего лишь 800 миллиампер. 12 вольт подано питание на вход. 5 вольт снимается. При коротком замыкании у нас до 1 вольта. И уходит в режим ограничения тока. Максимальный ток 9 ампер. То есть, здесь не срабатывает именно штатная защита микросхемы. Хотя, возможно, она так и должна работать. Я этот момент пока что недостаточно изучил. В принципе, я эту штуку гонял недолго. Где-то минуту практически. Радиаторы теплые. Радиаторы теплые. При максимальном токе. Конечно, долговременно нужно уже лепить вентилятор. Вот эти конденсаторы пока что холодные. Сейчас я собираюсь именно немножко подольше погонять на большой мощности. Время у нас 12.05. 27 вольт я подал на вход. Практически 6 ампер потребления. Вот так вот. Эта штука работает. На выходе у нас нагрузка практически 150 ватт. 21 вольт при токе в 7 ампер. Пускай немножко поработает. Так. Прошло уже где-то 5 минут. Работает на мощности 150 ватт. Ну, 149 ватт уже. Ну, давайте посмотрим у нас по температурам, что происходит. Так. Немножко, немножко, немножко. Нужно камеру подвинуть. Вот этот радиатор у нас наибольшим образом нагрелся. На этом радиаторе у нас 71 градус где-то. Вот так вот. Больше даже. Вот здесь можно заметить температуру 73 градуса, 77 градусов увидел. Ну, можно сказать, под 80 градусов. На самой микросхеме у нас то же самое. Блин, это я не понял. То, что слева у нас. Нужно будет посмотреть, это сама микросхема или все же диод. На передних конденсаторах 30-40 градусов где-то. Так, фокус. Вот. На дальних конденсаторах до 50 градусов. Пока что они не сильно нагрелись, потому что время работы небольшое. На вот этом правом радиаторе у нас где-то под 50 градусов. На дросселе температура. 70 градусов. На дросселе под 70 градусов. В некоторых местах даже побольше получается. Ну, в принципе, при мощности, это при мощности в 150 Вт. Конечно же, при максимально заявленных 300 Вт у нас было бы гораздо больше. Давайте, чтобы не соврать, чтобы не было вопросов. Вот у нас подключение. Вот у нас, что творится на входе. А вон там электронная нагрузка. 148, ну, 149 Вт практически. Касательно пульсаций выходного напряжения. Здесь нужно учитывать внешние наводки на щупы осциллографа. И, смотрите, вот питание, как бы, на лабораторном я уже установил 12 Вольт, но выход лабораторника отключен. Собственно, модуль у нас обесточен. Но, тем не менее, несмотря на это, у нас под 50-70 милливольт пульсаций иногда подпрыгивают. То есть, это нужно учитывать значение пик-то-пик. Среднее 4 милливольта. Это нужно учитывать. То есть, под 70 милливольт у нас в холостую, так сказать, выход источника нагружен электронной нагрузкой. 5 Ампер ток я установил. Чуть позже мы запустим нагрузку. Давайте для начала. Значит, запустил источник. Выходное напряжение появилось. То есть, уровень пульсации даже стал меньше. 40 милливольт. Блок сейчас работает. Выходное напряжение 5 Вольт при токе в 5 Ампер. Давайте запущу и сразу покажу осциллограф. Видно, что происходит у нас. БОД 240 милливольт. Вот именно по этой причине подобные штуки не лучший вариант для лабораторных источников. Как питания. Хотя, учитывая простоту модуля, 200... Ну, давайте грубо, с учетом того, что у нас изначально были пульсации, под 180-200 милливольт у нас блок шумит. Ну, да. Это значение пик-ту-пик. Естественно, при большей мощности, при большем токе, в целом, будут больше пульсаций. Подытожим. Я думаю, что Африку не открою, если скажу, что этот преобразователь воистину является народным, так как он прошел проверку временем. Является идеальным вариантом для, в частности, трех задач. Это в качестве драйвера для светодиодов. За счет того, что здесь довольно широкий диапазон ограничения тока, стабилизации именно тока, можно использовать для питания разных светодиодов, включая мощные светодиодные матрицы. Второе, это, конечно же, зарядные устройства. В совокупности с сетевым понижающим источником питания, это решение является очень бюджетным и довольно неплохим зарядным устройством. За счет того, что есть полноценная стабилизация напряжения и тока. То есть, установили напряжение окончания заряда, установили ток заряда и все. За счет того, что здесь минимальное выходное напряжение 1,25 где-то вольт, то это дает возможность нам заряжать даже одну ячейку таких аккумуляторов, как никель-кадми, никель-металл-гидрид. Это тоже хорошо. В качестве лабораторного блока питания, опять же, решение не лучшее, если особенно питаются чувствительные нагрузки или приемно-передающие устройства. А для повседневных опытов простых, то да, вполне неплохое решение. С учетом именно стоимости. К недостаткам можно отнести повышенный уровень пульсаций выходного напряжения, но это обусловлено в большей степени дешевизной данного преобразователя. Дорабатывать его, конечно же, можно бесконечно, но многие так и применяют оно и правильно. Если, допустим, мы поменяем радиаторы на охладитель больших размеров, то нужно понимать, что здесь греются не только вот эти компоненты, но и конденсаторы, и дроссель при большой выходной нагрузке. То есть здесь сэкономлено буквально на всем. Конденсаторы, конечно же, low ESR, но по напряжению практически нету запаса, а лучше в таких ситуациях установить батарею из нескольких конденсаторов меньшей емкости. Но в целом здесь и на емкости тоже сэкономлено. Отсюда и большие пульсации напряжения. Дроссель, ну, он, конечно же, потерпит определенное время максимальные токи, но если нужно, чтобы это работало долговременно, то меняются радиаторы, меняются конденсаторы, меняется дроссель. Это в некоторых случаях нецелесообразно, потому что затрат как по финансам, так и по времени будет много. Так, это, пожалуй, все. Основные недостатки, повторюсь, обусловлено непосредственно низкой стоимости этого модулячка. То есть если захотеть, то в домашних условиях можно что-то подобное на большое нормальное платье сделать, нормальные конденсаторы, нормальный силовой дроссель поставить и получить преобразователь, который будет гораздо лучше. Но многие не будут заморачиваться с этим. Проще купить более мощный или такой, прилепить вентилятор какой-нибудь сверху. Это самое правильное решение в данном случае, потому что вентилятор будет охлаждать все. На этом, друзья, у меня все. Ссылочки на подобные преобразователи найдете в описании. Не забываем оценить данное видео, подписаться на иные мои ресурсы, в том числе на мой новый канал, где я загружаю короткие видео, но там выходят и полноценные длинные видеоролики по электронике. До новых встреч. Пока.